МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте. И в этом выпуске. За прошедшие трое суток в Ненецком округе выявлено 237 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В числе заболевших 32 ребенка в возрасте от 7 до 17 лет. Аварийность в регионе бьет все антирекорды. Только за январь произошло 77 дорожно-транспортных происшествий. В минувшие выходные пострадали 2 человека. В год культурного наследия народов России, объявленного главой государства в 2022 году, в Наринмаре впервые открыли выставку ненецких бубнов. Аварийность в регионе бьет все антирекорды. Только за январь произошло 77 дорожно-транспортных происшествий. А это только начало года. Частой причиной аварийности на дорогах, по словам сотрудников ГАИ, является наезд на препятствие и столкновение автомобилей из-за несоблюдения дистанции. Так, на выходных в ходе столкновения пострадало 2 человека. 29 января текущего года в городе Наринмаре, на улице Юбилейная, район дома 75, произошло дорожно-транспортное происшествие между автомобилями ВАЗ и Субару. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Субару и пассажир автомобиля ВАЗ получили травмы различной степени тяжести. По данному факту отделом ГИБДД проводится проверка, по результатам которой будет принято предсоциальное решение. За 30 дней текущего месяца на дорогах города и поселка Искателей произошло 77 дорожно-транспортных происшествий. В прошлом году за данный период было зарегистрировано 64 ДТП. За прошедшие трое суток в Ненецком округе выявлено 237 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В числе заболевших 204 жители Наринмара и поселка Искателей, 6 жителей Красного и 5 жителей Тельвиски. Также зарегистрировано 22 привозных случая из Санкт-Петербурга, Соктовкара, Сочи, Усинска, Сосногорска, Архангельска и Москвы, сообщает Управление Роспотребнадзора по Ненецкому округу. Как сообщает Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО, такой резкий подъем заболеваемости связан с распространением нового штамма омикрон. Он заразнее предыдущих, имеет короткий инкубационный период и болеет им в основном в легкой форме. Также в числе заболевших 32 ребенка в возрасте от 7 до 17 лет. Сейчас на лечении в сационаре окружной больницы находится 33 пациента с коронавирусной инфекцией. Еще 476 жителей лечатся на дому. В регионе зарегистрировано 90 летальных исходов от коронавируса. На учете в Управлении Роспотребнадзора состоит она 1124 человека. По информации руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Елены Левиной, прозвучавшей на оперативном совещании главы региона, рост заболеваемости в регионе составил 255%. В сационаре занято 75% ковидных коек. Напомним, что в Ненецком округе действует режим повышенной готовности. Работают посты педконтроля в аэропорту Наринмара на посадочных площадках в Нижней Пёше, Оми и Нисси. Обязателен масочный режим. Введена система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. Действует постановление главного государственного санитарного врача ПАНАУ об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям. Рост количества заболеваний сильно повлиял на загруженность врачей. Многие пациенты паникуют из-за того, что терапевты не ко всем приезжают в день вызова. Наша съемочная группа решила уточнить, как врачи справляются с таким количеством заболевших. Тему продолжим далее. Восемь терапевтов взрослой поликлиники Ненецкой окружной больницы ведут 10 участков. Врачи выезжают на вызовы с 9 утра и вплоть до 10 часов вечера, стараясь посетить в день вызова всех, кто обратился за медицинской помощью. Но и этого времени порой не хватает. За последние недели нагрузка на наших участковых, особенно терапевтов, значительно возросла. Но если взять для сравнения с 10 числа по 15 число, у нас было 2393 обращения, и вызовов было 273. То за последнюю неделю, с 24 января, у нас уже обращение было 3456, и вызовов на дому у нас было 1202. С нового года во взрослой поликлинике появились два новых врача-терапевта, которые сразу попали в самое пекло. Например, Яна переехала из Архангельска только неделю назад. И вот, 31 января, у девушки уже 27 вызовов на дом. Это не считая пациентов с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно. Материал снят в полевых условиях. У терапевтов нет времени на интервью. В округе вашем очень большая нагрузка идет. Сейчас большой переток пациентов. То есть на данный момент около 600 человек болеют коронавирусной инфекцией. Но плюс коронавирусной инфекции в том, что она протекает в легкой форме. То есть первые дня два может быть температура 38-39, но дальше уже у пациентов нормализуется температура, состояние улучшается. Новый штамм коронавируса страшен тем, что быстро распространяется. Но и течение болезни протекает гораздо легче. При первых проявлениях симптомов вы можете вызвать врача через портал госуслуги «Доктор 83», а также через регистратуру с 9 утра до 13.00. Елизавета Кабанова, Леонид Шишилов, Телеканал Север. Депутаты городского совета в ходе сессии утвердили прогнозный план приватизации имущества муниципального образования городской округ город Наринмар. На 2022 год документам предусмотрена продажа 783 акций акционерного общества Наринмарский хлебозавод, который принадлежит муниципалитету. Рыночная стоимость пакета обыкновенных именных акций составляет порядка 8,5 миллионов рублей. Как пояснили в мэрии, администрация городского округа ежегодно разрабатывает прогнозный план приватизации для эффективного управления непрофильным муниципальным имуществом и активами. На протяжении последних 20 лет муниципалитет владеет акциями предприятия в размере 24,9%. Но за все эти годы бюджет Наринмара не получал дивидендов. Кроме того, доля, которой владеет город, не позволяет влиять ни на хозяйственную, ни на финансовую деятельность акционерного общества. Мы получили, провели в течение двух лет, подходили к вопросу проведения оценки реальной стоимости тех акций. В прошлом году мы получили заключение аудитора, где указано, что стоимость указанного пакета, который, например, не дотягивает даже до блокирующего, является порядка 8,4 миллионов рублей. Соответственно, было включено это все в план приватизации. Об этом было информировано, по крайней мере, мы выпускали об этом своевременно, в тот же день после решения сессии. То есть все это проходит в публичной плоскости. Решение о продаже акций принято для того, чтобы пополнить городской бюджет и инвестировать полученные от продажи средства, например, в покупку новой техники для коммунальных предприятий Наринмара. Череда неприятных инцидентов. Сгоревшие здания, пекарни и дома культуры в Амдерме. Чрезвычайная ситуация на зимнике. Именно эти вопросы обсудили на еженедельном расширенном совещании губернатора округа. Далее подробнее. Всю прошлую неделю зимник Наринмару-Синкс был закрыт для всех транспортных средств. И только к концу недели дорога была открыта для грузовых и полноприводных машин. Несмотря на то, что движение в этот период по зимней дороге было запрещено, некоторые водители приняли решение двигаться в сторону Наринмара, но оказались в снежной западне. Причиной возникшего инцидента послужили снегозаносимые участки, на которых установлено именно барьерное ограждение. Подрядная организация, которая обслуживает данную автомобильную дорогу, смогла организовать только одностороннее движение, ввиду того, что неблагоприятные климатические условия и снега достаточно много. И сделали так называемый снежный тоннель, и если автомобиль по каким-то причинам останавливался, застревал, то движение сразу прекращалось. Контрольный выезд на зимник был осуществлен 29 января. Подрядчику было дано поручение увеличить парк дорожной техники на содержание зимней дороги во избежание подобных инцидентов. И я считаю, что это чрезвычайная ситуация. Вадим Викторович, даю вам поручение, как заместителю, курирующему департамент, подключиться к этому вопросу. И не только на уровне работы с подрядчиком и контроля его работы, но и работы с правоохранительными органами. Если по каким-то причинам погодным, пурга, метель, почему-то в зимнюю дорогу отправляются машины, значит, где-то мы недорабатываем совместно. Также на планерке обсудили последствия пожара в Амдерме. В результате возгорания был уничтожен огнем Дом культуры. Принято решение разместить работников Дома культуры в физкультурно-оздоровительном комплексе. В настоящее время директор, назначенный на руководителя Дома культуры, находится здесь, на Ринмаре, получает электронную подпись и на этой неделе едет в Амдерму и там организовывает полностью работу. В ноябре 2020 года в Амдерме также сгорела пекарня, которая обеспечивала население посёлка хлебом и хлебобулочными изделиями. До сих пор вопрос о приобретении модульной пекарни не решён. Причина, по которой в течение года администрация Амдермы не может привлечь предпринимателей и, собственно, закупить эту модульную пекарню, для нас также не до конца понятно. Изначально выделялось через бюджет за Полярного района 8 миллионов рублей, и потом по запросу главы администрации дополнительно увеличили эту сумму до 13 миллионов рублей. Сейчас уже в конце года прошлого глава администрации направила нас обращение, где попросила нам самостоятельно купить и предоставить ей хлебопекарню. И, скорее всего, так и поступим для того, чтобы уже завершить эту задачу. Местные предприниматели в Амдерме не изъявили желание печь хлеб. Необходимо искать новые варианты решения проблемы. Альберт Муратович, это наша обязанность обеспечивать жителей хлебопекарной продукции. Обязанность. Поэтому даю вам поручение подобрать предпринимателя, найти подходы к решению этого вопроса. Нам нужен хлеб, а не процесс. Пока на протяжении всего этого времени идет какой-то бесконечный процесс. То выделяли деньги, то недостаточно денег. Выделили достаточно, потом кто-то из предпринимателей отказался. Встретитесь с потребкой операции. Может быть, потребка операции оттуда готова будет зайти. Да, там небольшие объемы хлеба. И, наверное, там большой выручки не сделаешь на этом хлебе. Но это наша обязанность обеспечивать жителей хлебом. В настоящее время хлеб в Амдерму доставляют предприниматели из Воркуты. А также на Ринмарский хлебзавод воздушным транспортом два раза в неделю. Катерина Ибария, Елизавета Кабанова, Наталья Дуркина, Сергей Конюков, Телеканал Север. 1 февраля в Индике и Великовисочном в связи с профилактическими и плановыми работами возможны кратковременные отключения телерадиосигнала. Проведение работ на технологическом оборудовании планируется 1 февраля с 10 до 18 часов в Великовисочном. Также с 10 до 16 в связи с профилактическими работами возможны кратковременные перерывы трансляции первого и второго мультиплексов в Индике. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Алкомаркет на дому. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь» сотрудниками правоохранительных органов за 2021 год было проведено более 100 проверочных мероприятий. Реализация горячительных напитков производилась посредством одной из социальных сетей, ночными доставщиками в городе и поселке искателей, а также в селах округа на дому. В рамках защиты региона от незаконного оборота алкогольной и иной контрафактной продукции проведено более 100 проверочных мероприятий. К административной ответственности за нарушение правил розничной торговли привлечено 13 лет. Возбуждено 5 уголовных дел по факту незаконной продажи алкоголя. Изъято почти 4000 литров спиртодержащей продукции. К уголовной ответственности привлечено лицо, неоднократно осуществлявшее реализацию жителям населенных пунктов округа контрафактной алкогольной продукции с теплохода Пижма. В ходе мероприятия изъято 500 литров незаконной продукции. В октябре прошлого года в ходе проведения мероприятия в селе Несь установлена женщина, которая не имеет соответствующей лицензии в своем домовладении, незаконно хранила и реализовывала населению алкогольную продукцию. В рамках данного мероприятия изъято более 2000 литров алкоголя. Алкогольная продукция направлена на химическую экспертизу в город Архангельск для выявления наличия опасных для здоровья веществ. «Гонки на клавиатуре» – так можно назвать конкурс по скорости и качеству набора текса на клавиатуре, участником которого мог стать любой житель Ненецкого округа. Организаторами мероприятия выступили студия «Блиц» совместно с Общественной молодежной палатой при Совете городского округа. Подробнее в следующем сюжете. Печатать десятью пальцами, не глядя на экран, не самая простая задача. Особенно для тех, кто в силу своей профессии не часто сидит за клавиатурой. Светлана Вокуева – одна из них. На соревнования по слепой печати попала, можно сказать, случайно. Написала подружка, приходите, сегодня у нас будет игра. Мы такие, ну хорошо, мы пришли на игру, а тут оказывается соревнование. Вот так это происходит, и когда ты первый раз видишь клавиатуру на экране, и тебе еще говорят, что это на время, а еще ты вытащила жеребий, и ты выходишь самая первая. Ну это очень волнительно. Волнение у участников вызывало и то, что работать приходилось при условии, что за каждым будут наблюдать зрители и другие участники. Набор текста, подсчет скорости печати и учет количества ошибок осуществлялись в программе «Соло на клавиатуре». Допускалось использование и личной клавиатуры участника. Оценивали мы сегодня по трем параметрам, по скорости набору, по количеству букв набранных и по количеству ошибок. Плюс следили, чтобы не смотрели на клавиатуру, чтобы было все честно, так как у нас слепая печать 10 пальцами, поэтому мы, главным был критерием этот. Ну и по результатам всех этих трех совокупных у нас получался результат, кто быстрее напечатал, больше текста и меньше всего посмотрел. Организаторами мероприятия выступили региональная общественная организация «Студия Блиц» совместно с общественной молодежной палатой при Совете городского округа Нарьинмар. Три года назад «Студия Блиц» получила грант из окружного бюджета на обучение всех желающих слепой печати. У нас некоммерческая студия «Студия Блиц». Мы в течение трех лет предоставляли всем желающим подписки на обучение слепой печати 10 пальцами способом. Кто хотел, тот прошел, кто не хотел, тот не прошел. Сегодня мы проводим в рамках гранта окружного соревнования. Первое соревнование у нас будет в течение двух месяцев еще порядка пяти соревнований. Мы сегодня просто пригласили всех, кто умеет набирать, кто не умеет набирать. Трое победителей этого соревнования получили в качестве призов эргономические клавиатуры, приобретенные также на средства окружного гранта. Остальные участники – поощрительные подарки. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Бубны в студию. В год культурного наследия народов, который объявлен в России в 2022 году, в Нарьинмаре впервые открыли выставку ненецких бубнов. Своё искусство широкой общественности представил местный мастер Валерий Гударев. Катрина Тайбарей продолжит. Новый день, новые впечатления, новые знакомства. Знакомьтесь и впечатляйтесь. Валерий Гударев – мастер по изготовлению ненецких бубнов. К традиционному ремеслу Валерий пришёл в 2006 году. Всё началось с простого ремонта готовых бубнов. Со временем набил руку, и теперь он мастер своего дела. Изготавливает бубны на заказ самых разных размеров. От мала до велика. Его изделия представляют округ в России и даже за её пределами. В 2021 году Валерий Гударев стал победителем регионального этапа премии «Бизнес-успех» в номинации «Экспортер года». И в этом же году занял первое место в номинации «Изделия из кожи» в конкурсе «Сокровища Севера. Мастера и художники России-2021», который прошёл в Москве. Это первая выставка мастера в Норинмаре. Она будет открыта для посещения по 28 февраля включительно. Приходите на нашу выставку, и вы узнаете, чем отличается подарочный бубен от ненецкого бубна, от традиционного бубна и много других очень интересных моментов, которые можно узнать не только из интернета, но и от самого автора. К работам мастера можно не только прикоснуться, но даже поиграть на традиционном инструменте. Так каждый гость выставки сможет приблизиться к культуре ненецкого народа. Также можно узнать много интересных подробностей о том, как изготавливается бубен. Особенно столение кожи, то есть она толщина неодорожная. Поэтому в какое место попадёт, в какую-либо участок, ну никогда не знаешь. Поэтому всегда вот эти вот обряды, команды, то есть это просто игра на бубен. Отметим, что 2022 год объявлен годом культурного наследия народов России. Открытие выставки ненецких бубнов местного мастера символично в связи с этим. На этом у меня всё. Далее смотрите прогноз погоды.